Визор. С визором надо быть аккуратным, ибо такая вещь, что очень быстро он портится, затирается. Соединяем пинлок. Пинлок тоже боится царапин, причем он боится царапин еще больше, чем визор. Мыть визор рекомендуется руками. Стараемся ничем его не затрагивать, аккуратненько. Вот этот визор у меня служит три года. Я стараюсь его даже в дождь, стараюсь поменьше затирать, поменьше трогать руками. В дождь пользуюсь вот такой вот штукой, антидождь, просто брызгаю на визор и растираю. Потом капли просто слетают с него и все. По этому визору видно, что он такой, в принципе, хороший. Но разница снова как небо и земля. Новый одеваешь, такое ощущение, как будто визора вообще нет. Помыли, ставим его стекать. Берем пинлок. Просто если мыть вместе с пинлоком, то между визором и пинлоком, из-за того, что визор сгибается, попадает туда вода. То есть пинлок все равно придется снимать. Пинлок вообще очень-очень аккуратненько. Я стараюсь вообще на него руками с этой стороны не трогать. Каждая царапинка мешает потом. Этот пинлок очень удачный у этого шлема. Потому что он почти весь визор закрывает. В других шлемах такого не встречал. Сейчас ставить не буду, просто покажу, что он закрывает очень большую площадь. Сверху до низу. И не мешает взгляду, когда ложишься на бак. В прошлом шлеме у меня пинлок вот так вот был. Граница проходила. Когда ложишься на бак и упираешься взглядом в эту границу. Поэтому обращайте внимание на такие вещи тоже. Приправки шлема. Причем, когда прямо едешь, ровно сидишь, никакого дискомфорта нет. А вот именно в положении лежа эти проблемы возникают. Ну, собственно, все. Значит, сейчас ждем, немножко подсохнет визор. Потом его протрем. У нас вот такой бинлок. Вот. Шлем у нас сохнет. А внутренности замачиваются до утра. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok